Операция или роды? У Юми будут дети. Это очень странно звучит для меня. Либо же это будет операция. Правда, я еще буду сейчас ездить в больницы много, потому что у меня у самой начались... Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои самые разные питомцы. Я очень по вам соскучилась, ребят, потому что, да, на некоторое время я пропала с каналов, потому что ходила по врачам, по больницам, но не буду вдаваться в подробности. Все это я рассказываю и так в наших инстаграмах питомцев и своем. Все, чего нет на каналах, вы можете узнавать там. А сегодня я хочу поговорить, рассказать вам кое-что очень важное про мою самую младшую собаку Юми Чу. Это очень серьезный вопрос, который сейчас стоит в нашей жизни. Но для начала у меня для вас есть просто супер новость. Запоминайте, 9 июня мы встречаемся с вами в Москве в парке Сокольники на фестивале «Четыре лапы». Вход абсолютно бесплатный, пофоткаемся, пообщаемся. Только не забудьте зарегистрироваться. Наше магическое лето начинается! Чего только не будет на фесте «Четыре лапы». С самого утра до позднего вечера разные мероприятия, игры, мастер-классы, танцы, конкурсы, встречи со звездами. Я иду с Юми Чу и вы приходите всей семьей, приводите друзей и, конечно же, берите своих питомцев с собой. И младших братиков и сестричек тоже берите, потому что для них там будут самые разные развлечения. Детские площадки, куча веселых конкурсов, аниматоры, аквагримы, игры и так далее. А вот по мне самое классное – это поучаствовать в суперквесте, где можно выиграть главный приз – поездку в Париж. Так что приходите пораньше. А еще «Догфест», «Аджилити», «Фризби», «Парад собак» и «Минифутбол». Там ты со своим песиком и котиком сможешь выиграть подарки. А если у тебя еще нет питомца, будет выставка «Пристройство Добролаб», где ты сможешь найти себе нового пушистого друга. А я буду участвовать в блогер-шоу, и не только я. А еще 10 суперзвезд телевидения, интернета и ютуба, и ты сможешь взять автограф и сделать селфи со всеми. Нас с вами ждет просто бомбический день, а вечером на главной сцене зажигают диджей, раздают призы и будут выступать Артик и Асти. Ну и, конечно же, гастромаркет со всякими вкусностями и шоппинг. Так что будет мега круто. И еще раз напоминаю, вход бесплатный. 9 июня, парк «Сокольники». Все про фестиваль и регистрация на сайте fest.4lapy.ru. Ссылку я оставлю внизу в описании. Вот там вот обязательно переходи, регистрируйся и увидимся! Ура! Да! А сейчас я перехожу к очень важной, серьезной теме про Юмичу. Кстати, там же ссылки на новые видео на других наших каналах. Вы привыкли воспринимать ее маленьким ребенком, в принципе, я тоже. Но ей 27 декабря исполнилось 2 года, значит, сейчас ей намного больше, чем 2 года. И это достаточно такой уже взрослый возраст для собаки. Хотя она до сих пор кажется мне ребенком-пирожком. И встал вопрос нам у нас, у меня даже внутри как-то все трясется, когда я думаю об этом, операция или роды? Щенки или же стерилизация? Дело в том, что у меня вот 2 собаки, Софи и Миша, девочки, и Юми девочка. Эйвен у нас мальчик. Они обе стерилизованы, и Софиша, и Миша. И очень многие говорят, вот есть такой момент, что типа нельзя стерилизовать собаку, это ужасно, это издевательство над ней. Но здесь нужно выбрать, ребят, на самом деле, издевательство над собакой, не стерилизовать ее, или же потом в будущем проблемы со здоровьем, если собака не будет рожать. Я вот говорю свое, конечно, мнение, но я прочитала огромное количество статей, я пообщалась с кучей людей, которые разбираются в собаках, у которых много собак. Я пообщалась с кучей ветеринаров, и большинство склоняются к тому, что собаку нужно стерилизовать, если она не будет рожать. Иначе могут начаться всякие болезни по-женски. Для меня подтверждением этой истории была Софи, потому что я не стерилизовала ее достаточно долго. В итоге, когда мы поехали в Таиланд, она заболела. Такое заболевание, которое называется пиометра, и нам пришлось ее стерилизовать там срочно, потому что это настолько было серьезно и опасно, что нельзя было это никак оставлять или лечить. И мы стерилизовали ее в другой стране, в госпитале. Слава богу, в Таиланде все с этим очень круто, очень профессионально. После того, как мы ее стерилизовали, все проблемы по-женски, собачьим женским делам у нее закончились, и никаких проблем нет. Что касается Мишани, большинство из вас, кто смотрит канал, знают ее историю, как она к нам попала. В общем, мы тоже делали ей операцию, там нашли кучу рубцов внутри, потому что она, скорее всего, была собакой, которая рожала очень много щенков. Я про это снимала отдельное видео. Короче, мы тоже ее стерилизовали, и сейчас у нее нет никаких проблем. Единственное, она тоже поправляется, как Софиша, и нам приходится контролировать вес физическими нагрузками, питанием. По поводу Юмичу. Она уже у нас девочка взрослая, и передо мной встал серьезный, тяжелый для меня вопрос. Щенки или стерилизация? Потому что, если сейчас я ее не стерилизую, возможно, что в будущем у нее возникнут какие-то проблемы, которые будут мешать ее здоровью. Мне придется ее в любом случае стерилизовать. Мне очень нравится тип Юми, то есть ее внешность, ее характер, ее поведение. Вообще, все в Юмичу мне очень нравится, а это значит, что у нее, если ей подобрать хорошего, прикольного кобеля, мальчика, то у нее могут быть очень классные щенки. И я прям внутри вся трепещу о мысли, что у нее будут маленькие детки-щеночки. Это так мило, это просто вообще... Как же просто взять и стерилизовать ее, не продолжив этот прекрасный покемоновый род? Да. Либо же нужно ее стерилизовать. Но тогда, конечно, как вы понимаете, стерилизация, это значит, что у нее уже никогда не будет детей. Можно ли ее не стерилизовать и просто оставить так? Врачи говорят, что да, можно, но тут риск развития различных заболеваний женских, собачьих намного больше, чем если я ее стерилизую. И я должна сейчас уже, вот в ближайшее время решить, делать ей операцию, то есть стерилизовать ее и никогда не иметь от нее щенков, или же повязать ее. Чтобы вы понимали, повязать это значит найти ей мальчика, и чтобы они поделали свои делишки, и у них родились детки. Для меня она еще совсем как ребенок, хотя по собачьему возрасту, по всему, она уже может иметь детей. Возможно, я немного очеловечиваю свою собаку. Я думаю, что все, кто смотрит мой канал, знают, что такое течка. Если не знают, посмотрите ролики, они есть у меня на канале. Это менструации собачьи, и это как раз тот момент, когда она может зачать детишек. И это наступит в очень близкое время. Поэтому я сейчас снимаю это видео, что этот вопрос прям очень-очень актуален для меня. И с одной стороны, я не хочу, я понимаю, что операция это стресс, я видела это на других своих собаках. С другой стороны, я понимаю, что операция это лучше для здоровья, если она не будет иметь щенков. С третьей стороны, я очень хочу щенков от Юми Чу. Для этого ей нужно найти очень классного, прикольного мальчика. Может быть, у вас есть идеи и предложения. Найдем ей мужа. Мужа, с которым они сделают детей. У Юми будут дети. Это очень странно звучит для меня. Либо же это будет операция. И мы ее стерилизуем. Я придерживаюсь такой позиции, и меня очень сложно переубедить, потому что на моем опыте были именно такие истории, что собаке нужно либо рожать, либо ее нужно стерилизовать. Есть только два пути. Многие могут сказать, у меня собака, она не рожала, мы ее не стерилизовали, и все нормально. Возможно, она молода, и в будущем эти проблемы начнутся. Возможно, у нее хорошая генетика, и никогда ничего не начнется. Во избежание вот этого большого риска заболеваний, потому что то, с чем я столкнулась у Софиши, это было ужасно. И я больше такого не хочу. Вот реально не хочу больше с таким сталкиваться. И София этот стресс переживала крайне тяжело. Она болела, и это была очень неприятная ситуация. Поэтому я больше повторять эту ошибку не хочу. И поэтому я хочу либо щенков от Юмичу, либо ее стерилизовать. И как только я придумаю решение, как только я выберу, что я буду делать, сразу же вам сниму видео. И если вам интересно, как мы будем выбирать мужа ей и всю вот историю со щенками, ее беременностью и родами, если я решу, что у нее будут щенки, то мы будем все рассказывать. Так что пишите в комментариях, интересно вам это или нет, или вопросики голосуйте, может быть, я его здесь прикреплю. Я вернулась, правда, я еще буду сейчас ездить в больницы много, потому что у меня у самой начались проблемы. Но об этом не сегодня. Если я решу, мы будем вместе с вами. Я предлагаю так, вместе с вами выбирать ей мужа. Я буду прям показывать, и мы будем с вами обсуждать, решать. Так что переходите по ссылкам на новые ролики на других каналах. И увидимся скоро в новых видео. Уже очень скоро. Все, пока.